Всем добрый вечер! У нас сегодня закрытая вечеринка в галерее куклы. И сегодня к нам пришли очень интересные гости. Сейчас они представятся и расскажут немного о себе. Здравствуйте! Мы фольклорный ансамбль «Светит месяц». Это молодежный фольклорный ансамбль, молодежная студия. Мы не только поем, пляшем. Мы любим всякие тусовочки, вечерки. Значит, мы сегодня будем вечерить. Попляшем, поиграем, попоем, пообщаемся. Поближе познакомимся. Сейчас это называется интерактив. Я смотрю, у вас костюмы казачьи. Да, костюмы это сакмарские. Делали их мастерицы. Это Вера Мунирова и Ольга Вертей. Они, кстати, вот Ольга Вертей у нас тоже кукольница. Делает чудесных зайчиков. Я не знаю, до вас, наверное, не доходили еще зайчики. Сейчас познакомимся с участниками коллектива. Здравствуйте, меня зовут Полина. Арина. Альбина. Екатерина. Никита. Очень приятно. Мы ученики Марьины Алексеевны Гладышевой. Мы занимались все с детства при ансамбле перевода. Теперь отдельный ансамбль при руководстве Марьины Гладышевой. Светит месть. Для моих зрителей что-нибудь сегодня исполните? Большим удовольствием. Идемте знакомиться с другими гостями у нас в галереи. Они уже заждались своего прихода. Когда же мы туда к вам придем? Идемте. Идемте. Сейчас будем все вместе дружно. Мы находимся. Мы уже запечатлеть. Они такие красивые. Здравствуйте. Здравствуйте. Матвина Соколаевна. Наталья. Здравствуйте. Мы с Тамарой ходим парой. А вот у вас сзади парочка. Вот у нас тоже. Вы, наверное, все их уже знаете. Они интернет у нас активные люди. Нет, у нас они, извините, перед спектаклем пели. Да, да, да. Наталья Машула. Мы написали, я уже написала сказку про Оренбургскую паутинку. Подтографка. Очень приятно. Она у нас тоже всегда к нам в гости приходит, фотографирует. Она вообще любит по разным приятелям ходить. Вы что обращаетесь? А еще у нас есть девчонки из галереи, которые постоянно здесь находятся. Принимают гостей с пятницы по воскресенье. Вот Ирина Лепатова, кукольный мастер. Девочки, кукольницы. Кукольных дел мастер. Да, кукольных дел мастер. Где мы у нас? Они сейчас стесняются, попозже подтянутся. Вот. Ольга Петровна, наш блогер-инстаграмщица. Еще она делает у нас мультики и кукол тоже. Так что, знаете, приходите в гости. Мультики из кукол. Да, и она очень интересные мастер-классы проводит по вязаным куклам. Так что, можете, если... И не только сувениры вязаные, молодежь может... Прийти в компанию, хорошо посидеть, отдохнуть. И заодно и куколку сделать. Ирина Лепатова у нас тоже проводит мастер-классы по традиционной. Буквально на днях. В Евразии глобал. Да, видела. Малышок-голышок любимый. Это был аншлаг. Вот так, вот так, вот. Рукодельный осенний марафон. Вот как раз сентябрь-октябрь, чтобы проводить мастер-классы. И потом конкурс можно провести. Да, да. Надежда Николаевна у нас будет главной жюри. Главной жюри уже завела свое кресло. Рукодельница по таким интересным вещам. Мы ее возьмем главным председателем жюри местного конкурса. Вот, видите? Ее. Это ею. Вот она делала. Она пришла с сумкой сегодня. Ее. Я ей говорю, Надя, ну-ка быстро мне продай. Вот она делала. Она говорит, нет, я два раза на базар ходила. Не продам. Это шелка для базара. Давай с вами, Даша. Не продам. В общем, девочки, все сумки разобрали, поэтому Надежда Николаевна на выставке свои сумки не представила. Да, если только Ермашову встанет. Вот хорошо, что сегодня все собрались. Все сегодня собрались. Наталья, расскажите нам, пожалуйста, о своем театре. В Оренбурге примерно уже год, как существует мобильный исторический театр «Теней и лица во времени». Это проект, аналогов которым нет нигде в мире. То есть есть театр «Теней», но в Оренбурге именно у нас такого формата, вот этот театр, больше такого нет. И вот этот мобильный исторический театр «Теней и лица во времени» стал победителем двух грантов. Это «Газпром, нефть, социальных инициатив, родные города» и «Президентского гранта». Что позволило поставить первый спектакль «Чаша земная о судьбе» оренбургского казака Василия Балабанова, который стал отцом поэсием. В интернете, кстати, обо всем есть. Про театр, очень много всего материала. Вот, и закупили мы оборудование, сшили костюмы и, в общем-то, отыграли спектакли, так как по грантам мы должны были отработать это все, мы отыграли спектакли до марта месяца. И всего, по всей Оренбургской области спектакль посмотрело порядка четырех с половиной тысяч человек. Ну, дальше случилось все, что случилось. Сами знаете, пандемией мы уже могли деньги зарабатывать. Ну, у нас как бы перспективы такие вырисовываются. Потому что нам дали дом почти в центре города, но дом нужно ремонтировать. То есть на ремонт дома нужно порядка полутора миллионов, дом нужно содержать. Нужно ставить следующие спектакли. Мы участвовали в онлайн-конкурсах и в двух международных конкурсах стали первыми лауреатами. Нас приглашают теперь в Москву и в Санкт-Петербург. На это тоже деньги нужны. Ну, в общем, как бы театр наш, уникальный проект, который очень нужен оренбуржцам. Потому что везде только восторженные отзывы. Особенно это нужен молодежи, которые не знают историю совсем нашу. И очень многие подростки, где мы были в Оренбургской области, где-то 40%, несмотря на обилие театров в нашем областном центре, впервые были на театральной постановке. И мы оставили о себе самые хорошие впечатления. То есть люди еще придут в театр. Люди будут интересоваться историей. То есть вот это как раз тот момент, чтобы молодежь не уезжала с города. Вот у нас мало того, что студенты играют от 16 до 22 лет, оренбургских вузов и СУЗов. Собственно говоря, весь проект для всех. Но в первую очередь, конечно, для подростков и молодежи. Поэтому Мобильный исторический театр теней очень нуждается в спонсорах. И очень нуждается в вашей поддержке. В основном, конечно, в материальной. У нас появляются сторонники, которые притягиваются сами по себе. Которые абсолютно бескорыстно нам помогают. Но нам нужны люди, которые обладали бы определенными материальными средствами. И могли бы нас поддержать вот на этом этапе. Потому что дело благородное, дело нужное для города, дело необычное. И вообще Мобильный исторический театр теней со временем, наверное, мог бы стать визитной карточкой города Оренбурга. Потому что, опять же, такого нет нигде. Спасибо. Ой, да светит и месяц, Ой, да светит ясный дар До белых лет, белых лет, белых дня. До белых дня, ой, да. Да пошел и милый, да пошла, пошла моя радость, Ой, да. А вы, дочечка, да моя, моя судорожка, А вы, выйди на крыльцо, выйди на крыльцо и дай, А вы, дочечка, да моя, моя судорожка, Склянется уже, эх, это свином, Склянется свином, ой, дай, Выпьем, и выпьем, да моя, моя судорожка, Парем мы, где же, эх, это с тобой, Паремки с тобой, ой, дай, Вспомним и вспомним, да моя, моя судорожка, Парем, брежня, южи, эх, это любовь. Песенка, это такие страдания, то есть это частушки, Ну, как бы страдания, это вот частушки, да, В такой страдательной форме. Вот, Шулаевский страдание, то есть в Курманаевке было когда-то, было когда-то село Шулаевка, которое теперь вошло в Курманаевку, в самый райцентр. Вот, там записано. Это Оренбургский пошли. Мы все, Оренбургская поемушка. Почти, посмотрите. Оренбургская поемушка. Оренбургская поемушка. Я сама тебе не знаю, чья ухо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. За юлечку лежалися, і людичка облюблялися, Изміни дни боялися. А на падруюшку, ты навертаюшку. Нече ванна, де я встану? Ой, ана рада, де маму горю, Что в миллионах жениться. Ой, ана рада, де маму горю, Что в миллионах жениться. А чорни, ой, 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 ой. Орлобденье, епи, Ну берег, с берегом сошлись. Ох, неужели да мы с мілю, Ты личка навеки разошлись. Ох, неужели да мы с мілю, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова На небе месяц, на небе ясно, на небе звездочки горят. На небе месяц, на небе ясно, на небе звездочки горят. Послушай, милый голубчик, все знай, что про нас ледушки говорят. Послушай, милый голубчик, все знай, что про нас ледушки говорят. А что про меня, всего про тебя, чего про нашу, про любовь. А что про тебя, всего про меня, чего про нашу, про любовь. Возьму я карты, да погадаю, а карты про досу говорят. Возьму я карты, да погадаю, а карты про досу говорят. На 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 карты про досу говорят. О-ой-ой-ой. А мы злодеичку эту зарезали, а мел шанился на другой. А мы злодеичку эту зарезали, а мел шанился на другой. О-о-о-ой. Думаешь, что же мне сделать? Ну вот, вышел, индейца Джо и его скво. Такие прелестовые, такие чудные. Вот они сделаны, да, на традиционной основе, эти куклы. Вот я шила кукол в сарафанках. Видели, да? Сейчас они в этом, там, на Болодарском, у меня их выкупили. И до сарафана никак. Вот надо все-таки, когда шьешь, надо, изучаешь костюм по неволе. И вот ткани надо правильно подбирать, потому что кукла не человек, там и размер рисунка играет роль, и все. Парас, вы не выделали куклу в сарафане, типа как у Натальи Нескобов? Нет, эту куклу делала Света Бушуева. У меня сын в Перу ездил, как-то. И он мне оттуда привез настоящую перуанскую куклу. У меня есть настоящая кукла. Она так пахнет шерстью, такая. Кто не хочет, посмотри. Уже вверх, график, он в Борстерве. Гостиная, где вы находите, все, сидит моя графика. Все, я учусь. Ладно. А он на выходе, чудесный, да. На выходе, в нее, груша, это работы. На фотографии графика? Да, это моя графика. Я ее отсканировала, нашла образ фотографии, и у меня они так соединились. Я начала сначала реставрировать эти куклы с начала 20 века, а потом уже задумывалась как-то над своими. Ну и сейчас делаю то и то, как бы соотмещаю. Это очень разные, как бы, такие ипостаси, но они для меня очень интересны. Потому что реставрация – это знание материалов, то есть там все очень, как бы, продуманное и не предрешено. А авторская кукла, она очень такая варьированная, то есть я каждый раз там что-то изобретаю, что-то придумываю. Вот. И мы еще являемся вот со Светланой, вот с Ириной, с Ольгой, хранителями. Вот я даже не побоюсь этого слова. Я так сгибаю, что не знаю, что я скажу, что я леваю. Почему? Чем мы являемся? Давай, давай, давай. Нет, ну, мы вам это родители, конечно. Потому что это то, что появилось в нашей жизни, Ирина. Это вот, это просто такой подарок. Я хотела сказать, хранителями галереи. Ты мне это хотела сказать? Я вам сказала, да, что мы рукобыли. Вот. Потому что я считаю, что, вы знаете, как я очень люблю средневековое возрождение, и вот именно вот в период возрождения, вот, допустим, в той же Флоренции, да, были вот такой кур, где собирались люди, поэты, художники, певцы, философы. Вот у меня вот почему-то такое ощущение, что вот у нас здесь маленькая флоренция. Да, они наши какие-то сборище. То есть это вот какое-то вот возрождение, вот эта вот традиция. Это настолько ценно. У нас здесь есть и поэты, и писатели, и театральные деятели, и фотографы, и художники, и этнографы. Вот это вот настолько классно, да, это вот просто потрясающе. То есть иметь такое место в городе, тем более в нашем, ну, не будем скрывать, да, провинциальном городе, да, вот такое иметь место, это настолько здорово. В общем, меня зовут Наталья Ермашова, я изначально была журналисткой, ну, как была, журналистки больше не бывает. Я работала на новостях сначала, потом у меня была в 90-е своя программа «Город». То есть я журналистка из 90-х, поэтому сейчас мне журналисткой работать не интересно. Вот, как построили эту вертикаль власти, у меня тогда было очень весело, работать интересно. Я, в общем-то, циничная женщина, потому что я много про кого что знаю, потому что я же работала в журналистке в 90-х. Ну, и вот потом я придумала программу «Лица во времени», стала сотрудничать с архивом, с нашим областным. Потом эта программа «Лица во времени», она выходила на радио очень много лет, то есть практически, наверное, самая благоиграющая радио проявляет. Вот, потом я написала книжку на основе этой очерки «Лица во времени». Есть два интернет-проекта «Лица во времени» на YouTube-канале Натальи Ермашова «Лица во времени» и с Надеждой Николаевной мы делаем «Осколки старого Оренбурга» вместе. То есть я очень рада, что притягиваются люди, какие нужны, и очень много людей, которые помогают даже бескорыстно. Вот такое сложное время друг другу мы поддерживаем. Вот Надежда Николаевна, просто, я не знаю, там половина моя, сейчас расскажу. Друг соратник брата. Мы с ней сейчас вводим экскурсии по городу, разработали уже три маршрута. Вот на подходе четвертый у нас маршрут, «Аншлаг» на экскурсиях, то ли иначе мы их приличные делаем. Ирина, вот, то есть, как-то вот, вот этот вот мой проект «Лица во времени» и вот этот «Театр тени», он как-то по-хорошему перевернул жизнь. То есть даже во многом поменялось какое-то окружение. То есть, ну, вот, наверное, так нужно было. Я ушла с радио, то есть там кто-то отвалился, а кто-то приблизился. И вот сейчас у меня очень интересная жизнь, на самом деле. Мне очень нравится, и все, новые и новые люди появляются. Такие люди интересные, такие симпатичные, разных возрастов. У меня совершенно чудесные актеры. Вот я надеюсь, что мы будем дружить семьями, дружить домами. Мы теперь будем вот так. Вот я бы хотела показать, какие. Счастливые. Здесь можно ее приобрести в галерею. Я проработала очень долго, когда был в дом образовании. Ну, творчеством ведьми занималась. Ну, куклы там необычно. Ну, куклы такие мне, конечно, простые совершенно, но вязаные, потому что мы с детьми занимались вязанием. Я в школе, в 40-мой работала. Борядка лучше детей и молодежи. Долго работала. Ну, все, сейчас вот уже не работаю. Тут, как говорят, нужные люди всегда находятся где-то. Вот говорю, раз, вот Ирина у меня в Инстаграм нашла. Или, да? Ведь первая же... Ну, в общем, я даже не поняла, кто подписался. Я просто оренбургских всегда подписываюсь, потому что оренбургские для меня это вот святые люди. Вот если вы меня в Инстаграм подписали все оренбургские, но они некоторые отписываются почему-то. Я вот это, это вы знаете, как родственник вот. И тут раз вот, и я даже не видела, что там куклы какие-то, не куклы, что-то. Ну, просто женщина подписалась. Потом раз, вот выставка какая-то на меня пригласила. Ну, в общем, у меня вязаная кукла. Там вот немножко есть, чуть-чуть. Как я говорю, мы с девочками открыли галерею кукол. Мне так это нравится, фраза. Мы с девочками открыли галерею кукол. Я рядом с девочками стояла, но все-таки попала. Я здесь, наверное, старше всех, но я не стесняюсь своего возраста. И как в статье Наталья Веркашанцева сказала, написала про меня, писала статью и называла статью «Две жизни» Надежды Путафиной. Но у меня так получилось, что у меня, ну, в настоящее время две такие жизни и два таких противоположных совершенно увлечения. То есть, ну, я рукодельницей была всегда по жизни, потому что начало трудовой моей деятельности, в 20 лет я отдала работе Оренбургского театра музыкальной комедии, где я работала и шила костюмы, и разрисовывала костюм. Почему я не спросила про костюмы, это интересно. Декорацию делала, бутафора была. Ну, в общем, это 20 лет до, ну, до торгово-рыночных отношений, если кто историю помнит, 90-е годы. Театры, конечно, все не работали, ну, и мне пришлось вытянуть торгово-рыночные отношения, которые тоже я потратила свои лет 20 или 25. Но они из меня душу вытянули. Деньги, конечно, мы зарабатывали, вот с дочкой вместе, но душу вытянули, я имею творческую душу. Ну, и так вот получилось, что когда я, уже внуки выросли, у меня внуки уже взрослые, и как-то я освободилась вот последние 10 лет, и вдруг у меня открылся какой-то такой вот вакуум, я не знаю даже, ну, творчество всегда было со мной, всегда я что-то мастерила, пробовала. Но тут вдруг я стала с 13-го года, 7 лет, за эти 7 лет я стала самым популярным, наверное, да, блогером, краеведом в Оренбурге. Меня даже называют чуть ли не экспертом, и многие думают, что... Ну, я веду группы в сетях везде, уходящий Оренбург. Мой проект уходящий Оренбург. Я за эти 7 лет проходила весь старый центр вдоль и поперек по тысячу раз, как у Натальи Ромашова, говорит, покажешь ей кусочек кирпича, и я, ну да, я по фрагменту могу узнать некоторые дома, конечно же. Вот, и вот так вот нашла такое влечение, никогда историей не увлекалась, никогда. И вдруг вот так вот у меня что-то какой-то вот открылся, такая вот, я не знаю, что это такое, как бы так произошло. И, в общем, тут новые друзья ко мне привлекли сразу, вот Наталья Ромашова, вместе с ней вот делаем экскурсии. Ну, это вот как крыльев, так скажем. Это мое увлечение чисто, как говорится, бесплатное совершенно, то есть чистое хобби, потому что не приносит мне никакого дохода, кроме как вот сейчас мы только вот буквально второй месяц делаем экскурсии, конечно же, платные экскурсии. Вот, а мое увлечение рукоделием, ну, я много за что бралась, много что делала, потом продавала даже свои какие-то подделки, когда у нас были еще открыты в городе такие вот салоны, небольшие магазинчики, продавался еще у нас вот хендмейт, потом как-то быстро все это перестало продаваться. Ну, то есть не покупали, вы сами, вот рукодельницы знают, что это практически в Оренбурге продать очень трудно. И потом я открыла ютуб-канал свой, долго очень там я его раскручивала, реально хотела заработать денег, потому что пенсия у меня маленькая, кому интересно, 8 тысяч пенсии, многие удивляются, такой пенсии не бывает, но вот я так заработала такую пенсию, и мне нужны деньги просто-напросто, я хочу, я не люблю пить деньги. Зато в импел у тебя есть мастер «Золотые руки». Я начала раскручивать ютуб-канал, и там начала всякие подделки показывать. Ну, в общем, ну, что хотели, то и показываю. И сейчас у меня там 65 тысяч подписчиков, ну, где-то 150 долларов я в месяц еще имею к своей пенсии, то есть меня это вполне устраивает. Вот так вот можно в 70 лет круто изменить свою жизнь, и я не знаю. Ну, конечно, у меня появились вот новые друзья, но у меня в свое время, я говорю, первую половину своей жизни у меня вообще я дружила с художниками, с актерами, то есть у меня были интересные такие друзья. А потом, я же говорю, торговые, рыночные отношения были, реально. Ну, там я тоже мастерила, я не торговала, торговали мы немножко с дочкой. А потом у нас был тип кооператива, мы шили тоже, в общем, тоже руками своим зарабатывали. И вот подружилась тоже, вот с Ириной подружилась, а потом я тут начала сводничеством заниматься, привела к ней Наташу Ермашову, она сказала, что я ее люблю и помню по радиопроектам. Потом Анну Салетову сюда привела, их тоже, в общем, познакомила. В общем, я свожу так интересных людей, вот мне самой интересно. То есть, ну, люди, которые вот на моем вот уровне, как говорится, интеллектуальном таком и эмоциональном, естественно. И я даже никогда не думала, что можно. То есть, друзья мои по жизни как бы рассосались, сами понимаете. Кто на тот свет ушел, кто уехал вообще из города, ну, кто куда. Да, ну, так вот жизнь, она устроена, что мы теряем, с годами много теряем, и в том числе вот друзей так же. Ну, а сейчас у меня опять появились вот новые друзья, я говорю, вот так вот нежданно, негаданно. Вот так вот у меня жизнь подвернулась, подвернулась. То есть, галерея объединяет, да? Ну, это, это же... Это спора нет, конечно, в этом, что вот Ирина молодец, она вот как вот, да, на себе передает. Из кофе-то. Замыкаю. Замыкаю круг. Кстати, по поводу слова салон, он мне уже давно вертелось, Манька Лобил. И вот все-таки на верху, да, да, все-таки... Я давно называю его так. Тем более, что у тебя здесь еще интерьер же, у кого поначалу, он тоже подходит ли ему слово салон, подходит. Поначалу я, поначалу... У меня экономическое образование. У меня... Это грустно. Печаль вам, Соле, поскар. Ихнари. Хотя уже контраст, контраст. Да, контраст. Экономика, да, на самом деле. Бухгалтера. Ну, творчеством я занималась все детство, всю молодость. Забыла на определенный момент, когда поступила в институт в экономический. Потом вышла замуж, пока декрет, пока еще один институт. Наверное, себя искала, что-то там не нашла. Пока я сидела во втором декретном отпуске, решила все-таки вспомнить, что же я хотела. И создала, организовала ателье по ремонту женской одежды. Это было 10 лет назад. И вот оттуда потихоньку нарастало вот этот вот у меня интерес ко всему, к творчеству, к традициям и все-все-все. И вот вылилась вот в это помещение, в это творческое пространство. Конечно, я хочу отметить, что без поддержки мужа у меня бы ничего не получилось. То есть он все мои вот эти вот бурные творческие идеи и моменты всегда поддерживал, всегда мне помогал. Ну, то есть, наверное, если бы не было рядом него, у меня бы ничего не получилось. Ну, то есть я потихоньку бы раскрасалась, занималась бы другим обыденным делом. Зарабатывала за деньги, работы, бурные. Я очень рада, что получается полтора года уже, как у нас существует в галерее, как мы оформили вот это пространство. С мая месяца мы немного здесь поменяли обстановку интерьера и все такое прочее. То есть, грубо говоря, полгода в год мы себя искали, что мы хотим, как мы хотим, чего мы хотим, каким образом мы это хотим. Все-таки мы нашли и уже начинаем показывать реально, что же мы все-таки хотим донести до людей. И мне очень, я очень рада, что подтягиваются очень интересные люди творческие. То есть, у меня, как Наташа сказала, у нее свое было окружение. У меня тоже было вообще другое окружение. Последние года три такие люди подтянулись. И вот правда, я даже сама удивляюсь, откуда вот. То есть, я сроду не думала, что наш Оренбург богат такими талантливыми творческими людьми. И они не только талантливые в каком-то там, например, направлении художественного, в литературе, во всех направлениях талантливых. Я поражаюсь, какой все-таки у нас край богат такими талантливыми людьми. И я очень рада, что вот эти люди талантливые подтягиваются сюда, уже знают про галерею. Приятно, что вы пришли в гости. Вы теперь, я надеюсь, тоже будете знать, что можно к нам приходить в любое время. Не обязательно. Мы любим гостей и нежданных, и незапланированных. Всегда рада встретить. То есть, вот так вот сгрустнется вам? Приходите. Будет весело? Приходите. В любом настроении, в любом. Только у нас висит там табличка пятница, субботник, воскресенье. А если вы позвоните и скажете? Да, я хочу. Мы откроем. Я надеюсь, что вот сейчас люди такие творческие сейчас у нас подтягиваются. И что-то какое-то вот совместное такое вот. Энесс, можно ли мы твое слово использовать? Ассорти такое творческое получится. Очень интересное, скажем так, неожиданное для всего Оренбурга. Я надеюсь. Ну вот, девчонки, засиделись, мы допоздна. Надеюсь, вам наша тусовочка Оренбургская тоже понравилась. Если понравилась, не забывайте ставить лайк и подписывайтесь на канал. С вами была Энесса. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ